14 том книги «Открытым оком», вопрос номер 2898, тема «Проповедь благовестия». Евангелие от Матфея, 10 глава, 16 стих. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». «Выходит, надо все-таки идти к неверующим волкам, а вы говорите, чтобы не ходили?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Вас тут немного в аудитории, а я уже знаю, что примерно от кого этот заковыристый вопрос. Да как же мог бы сказать не идти в мир для свидетельства, когда кричу день и ночь, чтобы все шли на благовестие? Я говорил, что к неверующим соседям не нужно ходить смотреть телевизор или с неверующими справлять Новый год». Второе послание к Коринфянам, 6 глава, 15 стих. «Какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным? Идти с целью приобрести новую овцу». Послание к Эфесинам, 5 глава, 11 стих. «И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». О том, что нужно идти в мир, все мои книги, все страницы в книгах пропитаны этим призывом. И столько же там написано, сказано, чтобы не приобщаться грехам мира, но быть светом, золотом, путеводной звездой для ищущих спасения. Нигде о благовестии ни слова, ни в летописях Нестора, ни в житиях подтягивали невод с тиной, ни с уловом, а тину, как известно, ни солят, ни коптят. Строители не царствия и правды, а храмов, колоколин и монастырей поднатащила, с тем и умер прадед, и правнуку с товаром тем стареть. Иное благовестие, иные времена, но так же тешут камень, а не душу. И нет евангельского чистого зерна, не тешит проповедников, а их усердно душит. Дух обличения епископов покинул, толкует о традициях, корнях и корешках. А кафисты, каноны, кандаки, прокимные, назначены как будто истине мешать. Убита проповедь о любящем Христе, богослужению все силы посвятили. За сотни лет не высеяли даже двух горстей, и нищи в проповеди, отнюдь не в изобилии. Куда ни глянь, заброшены усадьбы, земля субботствует всеродстве одиноком. Нет виноградарей, кто черенки посадит, и не узреть беду слепым, закрытым оком. Деяния, послания для православных чужды, кто подготовился на проповедь идти. Христос стучит и просится на ужин, вождь проповедников, он скачет впереди. Меч обоюдоострый, пламенный огонь, из уст его горят кусты окрест. Открой же Библию, страницы сердцем тронь, и освети листающий свой перст. Перстосложение духовно обновится, а Бога человечестве Иисуса возвестит. И оживут библейские страницы, нам Слово Божие от стрел разящих щит. 18 декабря 2005 года. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин.